Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Продолжаем обсуждать войны печенегов. Сегодня у нас 15, если не ошибаюсь, сентября. И новостей очень-очень много. Они разные, разного калибра. Ну, начнем потихонечку. Украина почистила немножко российское ПВО в регионе Крыма, в районе. И зачистила энное количество кораблей, причем это один день за другим и потом за третьим. То есть у нас уже, если не ошибаюсь, третий день подряд идут обстрелы и тонут российские корабли. Военные, стратегические, серьезные, дорогущие. И это делается как бы в соотношении цен за одну тысячную цены цели. И Россия ничего не может по этому поводу сделать. Также были обстрелы по внутренним базам, по заводам стратегическим. Российское ПВО по факту не существует. Да, оно что-то может сделать, но Украина его обходит. И это не важно с точки зрения, как Украина разбирается с российским ПВО и с надземными целями. Это важно с точки зрения вот этого великого противостояния НАТО. Это вот мы сейчас, мы можем сделать все, до Лондона найдем за 15 минут. Ребята, Украина, которая технически, опять же, не натренирована, большинство вещей и атак импровизирована, Собственного оружия относительно мало, может иметь Россию стратегически, где угодно, сколько угодно. Если мы будем говорить о вторжении НАТО, это будет настолько быстро, это будет настолько беспощадно, это будет настолько с невозможностью хоть как-то противостоять, это даже не смешно. Потому что если мы можем видеть, как Украина потихонечку подчищает, не имея особых способностей, мы можем предположить честно, что страны НАТО, которые как бы все-таки накапливали какое-то оружие, все-таки имеют что-то секретное, о чем мы не знаем, и предполагали какие-то серьезные маневры, очистит Россию от всех стратегических точек в течение нескольких дней, если не часов. Потому что российское ПВО ничего не может сделать. Я уверен, что на Западе дронов немножко побольше. И более технологических, и более быстрых, и более тихих, и которые могут вести больше груза. Все вот это вот, просто-напросто, как бы уничтожение всего противостояния России НАТО, или Западу, или даже Китаю, оно не существует. Оно просто-напросто не существует. И поэтому все крики, вот НАТО нас хочет захватить, они настолько неважны, они настолько несущественны, потому что если бы Запад, или неважно, кто на данный момент хотел бы захватить Россию, включая Северную Корею. Ребята, Северная Корея технически сейчас может захватить Россию, потому что военных людей в Северной Корее намного больше, чем в России. Солдат в активной службе и не в активной службе. Снаряды у них есть, Россия пошла клянчить у Кимчика снарядов. И при желании, то есть все, что нужно Киму, это захватить, ну ему нужна нефть. Да, то есть вот проехаться оттуда до Москвы, ему технически далеко. Но по большому счету, с точки зрения военной силы, весь этот регион, он как бы вообще пустой, Ким может с легкостью захватить хотя бы две трети России, и Россия ничего не может противостоять. Просто-напросто не может. Он не может перебросить туда войска у самой же России, того же топлива нету для собственных нужд. Пассивные проваливаются, уборка урожая проваливается. На фронте тоже проблемы с топливом, поставки в Крым тоже сложные. Цена растет, ключевая ставка поднимается, потому что все способы удержать доллар как-то не справляются. Он опять ползет вверх. То есть, ребята, вот это просто-напросто бред, что нас хочет захватить Запад. Никому вы нахрен не нужны. Вот просто-напросто нет такой ситуации, когда Россия кому-то нужна как территория, потому что никто не будет работать на этой территории. Это можно обсуждать тысячи раз. Россия, существование России для Запада нужно в целом, целиком, потому что, а, в потенциале, да, это западная стратегия, что таким образом хотя бы одна физиономия контролирует все атомное оружие, и тем самым не нужно напрягаться, да, то есть как бы вот этого успокаиваем, и атомное оружие будет мирно ржаветь там, где оно ржавеет сейчас. А, Б, это рабская сила. Это бензоколонка, которая продает за копейки все свои ресурсы, как никто другой. Зачем? Зачем привозить туда технологии? Зачем туда ввести своих людей? Зачем это все разрабатывать, если это все делается за тебя, все, что тебе нужно, это прийти с чековой книжкой, которая продает зелеными. Не рупи, не юани, а именно зелеными. За эти деньги можно купить абсолютно все, сколько хочешь, сколько тебе надо, без каких-то проблем. И стратегия Запада очень проста здесь. Нету смысла тратить дорогущее оружие. Все отдадут сами практически за бесплатно. Очень простая технология. Очень простой подход. У Шойгу брали интервью на этой неделе, где его спросили, говорит, ну мы победим. На что Шойгу взял и пожал плечами. И мимика такая, ну что вы от меня хотите? Ну отстаньте, пожалуйста. Я же вам ничего плохого не делал. Ну, то есть, опять же, это момент маленький, это момент смешной. и в то же самое время он довольно-таки показательный, что на этом уровне люди не верят сами себе. То есть, как бы, такая неуверенность в собственной, да? То есть, ты контролируешь, да? Ты знаешь все свои слабости, ты знаешь все свои силы, ты знаешь все, что у тебя... Вот ты, это ты, да? Вот все зависит от тебя. У тебя все карты. И ты делаешь это самое, разводишь плечами, разводишь руками. Ноль перспектив. Ноль перспектив. То есть, как бы, человека поймали настолько неготовым к такому базовому, простому ответу, да? То есть, как бы, Штырлиц никогда не был ближе к провалу, чем в этот раз. Вот он, показатель. Великий Шойгу разводит плечами, когда его спрашивают самый тривиальный вопрос, который его технически должны спрашивать ежедневно по 20 раз. Да, конечно, у нас все под контролем, мы знаем, что мы делаем, там, туда-сюда. Нифига этого нет. И опять же, тот факт, что Россия клянчит оружие у Северной Кореи, которое может отбросить Северную Корею, то есть, я не знаю, там, как бы, Северная Корея коллекционирует все санкции, которые существуют, нету хуже режима, да? То есть, за всю свою историю Ким путешествовал по пяти странам. Это человек, у которого с технической точки зрения, как бы, ну, как бы, грубо говоря, да, неограниченное количество денег, способность быть где угодно, сколько угодно. И при этом этот человек не может просто-напросто поехать за границу, где-нибудь суши поесть в экзотическом месте. Все, то есть, как бы, это великий, великий человек. Если мы будем, опять же, вот, сопоставлять способности Ким в самых простых вещах и разговаривать с любым человеком, который имеет какой-то жизненный опыт, вот, базовый жизненный опыт, все скажут, самое лучшее, что вы можете сделать со своими деньгами, это путешествовать. Вот, нету ничего в мире, лучше путешествовать, посмотреть другие места, попробовать другую еду, погулять, расслабиться, насладиться другими культурами, другими пейзажами, ландшафтами, все вот это вот. Этот человек может побывать за всю свою жизнь в пяти странах. Я был в больше пятидесяти. Можно смело говорить, что я в десятки раз больше человек, чем Ким. И вот это единственная надежда России сейчас на удержание конфликта. Опять же, России нужно, не России, а Путину нужно продержаться до выборов. Он не может допустить такого, что фронт посыпется. А фронт сыпется. Сейчас окружают или уже окружили Бахмут, он попадает в клещи. Опять же, я не ухожу во все это самое, все нюансы захвата на карте. Я в этом мало что разбираюсь. И по большому счету мне не важно. То есть, как бы, я вижу продвижение. Пока есть продвижение, все хорошо, с моей точки зрения. Не важно, то есть, насколько оно быстрое, это сантиметр в день или сантиметр в неделю. Пока Украина движется вперед, пока Украина очищает свои территории, это хорошо, это позитивно. Это не идеально, но это война. И война по всем определениям это ужасно. Но если Украина зачищает нечисть на своих территориях, и даже если это по миллиметру в день, молодцы, я их благословляю, я с ними участвую, я за них. Я их ни в коем случае не буду критиковать. Я никогда не был близко в такой ситуации, хоть я и служил в армии, ползал с ружьем какое-то время, или с автоматом, скорее всего это был автомат больше, чем ружье, но это критическая ситуация, ребята все молодцы, всем хвала. Просто-напросто продолжайте по миллиметру делайте свое дело. Ни в коем случае не влажу никакую критику, даже если что-то неправильно, даже если есть ошибки. Россия держится за своего кретина, за своего тирана, тиран держится за трон, сейчас не могут объявить мобилизацию, хотя она им нужна, им нужны снаряды, им нужно удерживать фронт, и его нужно удерживать не с точки зрения территорий, а с точки зрения плохих массивных новостей. вот корабли расстреляли, это было настолько быстро показано и засвечено в интернете, даже не стали скрывать, даже не попытались скрывать, что очень интересно, ну мы ждем объявления, что ничего страшного, мы все это реконструируем и починим, и это будет на плаву через день, через два, хотя мы знаем, что там предыдущие подводные лодки, которые должны были починить за два года, стояли десятки лет, а потом их списывали, потому что они не могут починить. Сейчас с запчастями такой абзац, фиг с ним, ерунда все это. Стоит не ерунда, Лукашенко досвистелся и на него заведен ордер на его арест, это хорошее достижение, молодец мужик, закрывает Беларусь против цивилизованного мира, и это опять же показатель российские это самое помощники, у которых ограничиваются возможности и закрывается для них мир, становятся меньше способными. Да, это их соединяет вместе, но Лукашенко не рад этим перспективам, то есть плюс-минус тех, кто хоть что-то соображает, если твой президент считается уголовником, то развитие твоей страны будет намного хуже, намного медленнее, то есть это усиляет лукашенскую оппозицию, соответственно Лукашенко нужно бороться больше в своей стране за свою власть, нежели помогать Путину, пусть оно так продолжается. А из таких маленьких, но интересных таких нюансиков это комизяки, которые поехали в ЛДНР, или точнее один из их представителей, членов команды КВН, вот, повыступал там, помотивировал солдат, и, значит, комизякские концерты отменились в Казахстане на данный момент, уже моментально. И это четкая позиция, ребята, это четкая позиция для всех публичных личностей России, что если вы хоть как-то, хоть неважно под каким градусом поддерживаете преступный режим, преступную войну, вам будут это самое, обрезать границы. И вот комики, по большому счету, хороший комик, он знает настроение народа, он смеется, то есть, хороший комик, он смеется по тем вещам, которые вот на зубах, которые на острие ножа, это вот хорошие, адекватные шутки. и он должен чувствовать, что происходит в стране. И когда у такого народа конфликт между совестью и самосохранением в этом же говне, то есть, эти ребята сказали, мы будем оставаться в этом же говне. Мы за говно, мы вот такие это самое, это как бы, это показательный момент. Опять же, комузяки не первые, есть там Лепсы, Газмановы и тому подобное, которые будут это самое петь я русский и тем самым как-то доить российский бюджет на свое это самое ничтожное существование, грубо говоря. Но если бы они вовремя сказали нет, уехали бы на запад и пели бы и собирали бы донаты на Украину, они бы зарабатывали бы намного больше. Просто-напросто вот с точки зрения денег. Я уверен, что у них у всех глубокие корни в России, поэтому там избавиться от капитала сложно, но там переписал на третье лицо, третье лицо на четвертое, четвертое, на пятое, и потом через 2-3 года продал. Это все возможно, это все реально. А сказать и таки быть совестливым человеком в России нереально. Вот. Кровавые деньги очень нужны, и это показатель, что если люди, которые по большому счету должны понимать, что хорошо, что плохо, и комик это одна из вот таких профессий, которая должна балансировать между что можно говорить, что нельзя, и что важно для людей, что нельзя, и когда идет такой провал, это показатель, что большой контингент в России эту гадость будет поддерживать, и это гнилое население, оно будет распространяться. Это очень прискорбно для России, это очень прискорбно для мира, который должен как-то с этой заразой бороться, но это самое прискорбное для России, потому что плохо будет продолжаться, будет продолжаться долго. Вот такие вот дела на сегодняшний день. Про Пескова, который оговорился, я не буду очень сильно в это углубляться, но оговорочка хорошая. Всем всего хорошего, героям слава, всем пока.